2 часа 23 минуты длилась прямая линия главы Чувашии Олега Николаева. Она прошла сегодня в социальных сетях Instagram и ВКонтакте. Трансляция была и на национальном телевидении Чувашии. Всего поступило 676 вопросов. Большинство обращений в Instagram – 392. Жители республики беспокоят строительство школ и дорог, ремонт тротуаров, благоустройство, транспортные проблемы, ЖКХ и вакцинация от ковид. Почему прожиточный минимум в Чувашии такой низкий, когда выплатят долги по заработной плате? Насколько обосновано повышение цен на стройматериалы, целые блоки так называемых вечных тем? Есть такая проблема роста цен. У нас очень-очень много строек. Более 50 школ заново реконструируются. Заново реконструируются 38 садиков. Это по всей республике. Это новые проекты, которые мы только в этом году запустили. На сегодняшний день правительство Российской Федерации принимает в том числе экстренные меры по урегулированию цен. То есть дано поручение ФАСУ Российской Федерации привести соответствующее расследование, нет ли монопольного сговора. И уже с 1 августа будет введено решение о введении так называемых экспортных пошлин. Много вопросов от многодетных семей. Можно ли республиканский материнский капитал потратить на текущие нужды или покупку автомобиля? Как получить землю и улучшить жилищные условия? Когда будут газифицированы участки? Получила ответ и семья Касаткиных. 6 лет не могут дождаться, когда голубое топливо подведут к их домам в Шумерле. Мы обращаемся к вам, чтобы вы услышали нашу проблему. Мы по несколько раз в году обращаемся к администрации и депутатам для обеспечения газификации наших домов. Несмотря на то, что наши дома находятся в центре города, в ста метрах от газифицированных домов, камни подводят газ и наши семьи на протяжении более 4 лет закупают дрова и уголь. Убежден, что мы в ближайшее время этот вопрос решим. И решим вопрос газификации не только вот этих домов, которые обратились, но и всех других домовладений, которые на сегодняшний день не газифицированы. У нас и в Чувашской республике на сегодняшний день насчитывается чуть более 60 тысяч домовладений, то есть 63 тысячи, если быть точным, с хвостиком. Окончательная газификация, получение газа для себя, это, конечно же, решение каждого жителя. Но такая возможность, каждому из 63 тысяч домовладений в ближайшее время будут предоставлены. Поэтому в том числе от семьи Касаткиных.